Ну и будет Привет всем, меня зовут Майкл И это первый обзор планов в 2024 году Говорим о тех нововведениях, которые планируются к релизу в ближайшие 12 месяцев Мы добавим в игру больше карт нового поколения Нового поколения, да, под галочку? Но это ты ловко придумал, Майкл, молодец Делаем лучше ваши любимые игровые режимы Мы планируем добавить новые интересные танки, которые увидят свет в этом году И несколько раз в течение года проведем ребаланс существующей техники В то же время мы не забываем, насколько важен для игроков экипаж В прошлом году мы... ...ли видеть первые плоды работы над ним Мы планируем продолжить улучшать систему экипажа для вашего удобства Еще скоро вас ждет новая система достижений Александра расскажет о ней позже в этом выпуске У нас тоже есть серьезные планы на боевой пропуск Начиная с марта, вас ждут интересные и необычные сезоны Оставайтесь с нами до конца видео, вас ждет много интересного Я передаю слово Саше, а вы наслаждайтесь увиденным Наслаждаемся, давай О, кот двоичный пошел Кот игры слили Привет! Я рада, что мы снова собрались вместе В 2023-м в игру были введены первые случайные события Вообще, под галочкой 10 из 10 Особенно баланс был, когда за 20 боев 15 Прохоровых Вроде дирижабля и поезда на Химмелисдорфе Придало игре больше зрелищности, геймплейной глубины Геймплейная глубина сильная была Вам это понравилось? Не, судя по отзывам, они до сих пор под галочкой Значит, вы с секунды ничего не водите Так что в этом году список случайных событий сильно расширен Верим Так, показывай В будущем Планируется добавление новых сценариев на 6 А где самолет? А, вон он самолет Утес, Карелию, промзону, Редшир, линию Зигфрида и Малиновку Малиновка, понял К примеру, на линии Зигфрида самолеты бомбят город, меняя геометрию укрытий Оооо, еще больше насыпей А когда мы это увидим-то? А то они только обещают, ничего ж не делают А на Малиновке самолет во время крушения на горе задевает мельницу Зачем же мельницу-то? Ёпто, они так к ней не ездят Создавая возможности для атаки или обороны Так Каждое подобное событие будет менять условия боя и создавать новые игры Те карты не попасть Вот в чем нюанс, они ж под галочкой Игровые ситуации. Случайные события расширят геймплейные возможности и освежат игру на знакомых локациях. Нас и смешно появилось, кстати. Разведка боем продолжает идею случайных событий. В ней мы хотим протестировать не просто карты, а новые способы взаимодействия игрока с ними. Давай, показывай. Интерактивное окружение в запусках... Только вот непонятно, вот это вот, это тоже под галочку? Или это внутрь случайных событий? А если это внутрь случайных событий, почему тестируется отдельно? Или это тест отдельных элементов, которые добавят в обычные карты? Но почему тогда случайные события под галочкой, это не под галочкой? Так много вопросов и ни одного ответа. Разведки боем позволят игрокам более активно взаимодействовать с различными элементами на локациях. Позволят. Вы сможете сильнее влиять на объекты, подстраивать окружающую среду под себя. Так, аркада. Не менее активно будет развиваться аркада. В течение года вас ждет несколько запусков. Уже знакомые ночные события с измененными параметрами обзора. А, тест ночных боев был год назад. И единственное, что они сделали за год, это изменили какие-то параметры обзора. Сейчас будет еще один тест. А потом примерно еще 15 тестов. Ну и разумеется, такой важный параметр, как обзор, они будут ребалантить в течение года. И возможно, лет через 15, ну потому что один тест в год, мы увидим ночные бои. Но есть нюанс. К тому времени мы сдохнем. Примерно как-то так. Ну, это прикольно, это прикольно. Но, в принципе, будь у меня такая целевая аудитория, которая играет в эту игру, я тоже именно точно так же бы и делал. Ну, то есть, ничего бы не делал. Маскировки. Веселый шквальный огонь. Веселый. С его хаосом и настоящим шквалом снарядов. А для чего? Они тестировали каждую автопушку. Для чего? А я вам скажу. А потому что забивать нечем больше. Время. Нечего делать. Да, 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 давай. И, конечно, беззаботная зимняя аркада в конце года. То, что нужно для праздничного настроя. Это они уже потихонечку, этот, потихонечку пригревают. Гоев, Гоев, пригревают. Типа, так, ребят. У нас февраль на дворе. В декабре ковно аркаду выгодит. Но вы все равно схаваете. Молодцы. Нормально, за 10 месяцев пригревать стали. Качественно. Будет и кое-что, чего вы раньше не видели. Сейчас исследуются разные. Но это вот единственное, что выглядит нормально. Это вот, типа, Fall Guys. Подходы к дизайну карт, чтобы сделать нечто необычное. И очень в духе аркады. Они хотят ввести карты. Меня только что чуть не прогрели, как тварь. Представляете? Вот, видите, я хватку теряю. Из-за вас. Это вы меня одебиливаете? Это вы виноваты. Это вы виноваты. И я только что чуть под развод не попал. Смотрите. Нам показывают многоуровневую карту с двигающимися элементами. Типа, юху, весело. Полоса. Дайте, такая полоса препятствий. Полоса препятствий. Выглядит прикольно. Ну, прикольно. Ну, согласитесь. Да, это из игры Fall Guys. Тот самый пум-пум. Ну, кто смотрит, тот знает. И они такая, такая, ау, танкист, привет, мы хотим потестить такое немножечко аркадное, такое, карты такие, такие элементы, такой тест. И я такой про себя думаю, вау, блин, нам столько всякого говна наобещали, может быть, они хотят ввести такие карты, такие необычные, такие с двигающимися уже элементами. Нет, ну а почему бы и нет? И тут я вспоминаю, что в последний день теста Project CV туда добавили карту, порт, где есть лифты, которые поднимают танки. И тут до меня дошло, что этот тестовый режим для нас. Действительно тестовый режим для их новой игры. А нам это дадут под прикрытием, знаете, такая мантия-невидимка, типа, вот смотрите, это фан-режим, но на самом деле мы тестим механики, и мы, конечно же, мы ведем эти механики для вас, танкисты. Будет так круто, так необычно. Но на самом деле танкисты в этом режиме повеселятся целый один день, а потом они скажут, вау, танкисты, спасибо за тест, мы обязательно это все добавим в нашу новую игру. А вы, танкисты, купите, пожалуйста, вот МС-1. Но это новый вид, это другой немножко танк, стреляй в башню и в НЛД, весело. Почти прогрели, практически. Мы верим, что эти наработки дадут нам возможность подарить вам фановый игровой опыт и взглянуть на танковый геймплей под новым углом. Ага, понял. Да-да. Линия фронта, вау. Думаю, многие любят фармить. Вообще, здесь. Да? Да? А можно ее аккаунт посмотреть, пожалуйста? Сколько у нее боев, насколько сильно она любит фармить. Я просто как ветеран линии фронта, без приплетания, я проигровой режим в игре, очень как бы фармить тоже любил, 10 месяцев без перерыва катал, чтобы танчик фазу получить. И меня просто уже тошнит от этого режима, и я в него катать не могу уже несколько лет. Можно мне на ее аккаунт взглянуть, пожалуйста, посмотреть, как она фармить любит? Мне, ну, очень интересно. Процесс интереснее. Благодаря динамической системе сценариев, каждый из них — это набор правил, по которым будет проходить сражение. Для каждого боя вначале назначается один из трех сценариев, которые представляют собой разные варианты работы боевых резервов. Можно почитать. Сценарий, в котором действуют стандартные правила линии фронта. Оперативная поддержка. Сценарий, в котором боевые резервы имеют уменьшенное время подготовки. О-о-о, это очень сильно изменит геймплей. А воля случая — сценарий, в котором игрок выбирает из наборов случайных резервов с возможностью их усиления. Но это ведь один и тот же формат. Просто резервы имеют разное время работы. Это ведь ни на что не влияет. О, как! Стандартный бой — это привычные правила линии фронта. Боевые резервы работают с обычной перезарядкой. Сценарий, оперативная поддержка ускоряет перезарядку всех боевых резервов. Это более... Что это более? ...динамичные бои с активным применением способностей. А воля случая позволяет выбрать один из двух случайных резервов при достижении определенных званий. А в 2026 году мы объединим волю случая и быструю перезарядку этих расходников. И таким образом у вас будут быстрые расходники, так еще и рандомные. Но это It's Revolution просто кардинальная смена геймплея. Сценарий добавляет элемент сюрприза и позволяет создавать неожиданные комбинации резервов. Надеемся, система сценариев добавит особенную изюминку в каждый новый бой. Очень добавит. Новая техника. Режимы события только часть контента в этом году. Куда же мы без новых танков? Вау! Вас ждут две ветки. Так, две ветки МС-1. Нормально. Польские ПТ-САУ ближнего боя и чехословацкие легкие танки с автопушками. Лайт-танк, да, получится? У польских ПТ-САУ есть и внешние, и геймплейные сходства с веткой Объекта 268. Это охотники за танками с балансом брони и подвижности, а еще с мощными орудиями. Да, понял. Но есть и отличия. Есть рюанс. Например, новая механика. Ну вот, да. Мне рассказывали, вот, такими снарядами весело можно делать. Их орудия с глубокой нарезкой ствола предназначены для особого типа снарядов. Чем ближе к противнику, тем выше урон. На дистанции до 50 метров орудие будет наносить максимальный урон. Но с разбросом плюс-минус 25, не стоит забывать. С увеличением расстояния урон линейно снижается. Так новые ПТ-САУ будут не слишком эффективны издалека, но просто сокрушительны в ближнем. Может, хотя бы из кустов будут выезжать, но есть нюанс. Один маленький нюанс. У них, я надеюсь, броня 2684 присутствует для того, чтобы в упоре или нет. Просто если тут броня будет а-ля 268 или а-ля китайская ПТ, хотя там неплохая броня, но все же. Это все прекрасно, но, кажется, не особо сильно получится. ...бою. Ветка начнется с 25 ТП и будет включать 6 машин, последовательно раскрывающих особенности из стороны новых штурмовиков. Я бы очень хотела рассказать вам побольше про чехословацкие легкие танки, но они сейчас в активной стадии. разработки. Могу лишь сказать, что они будут вооружены орудиями с автоматическим режимом стрельбы. Охуенно. Это точно будет необычно. Это будет просто, ну ахуеть. Мы не забываем и про танки, которые в игре много лет. Оооо, мы не забыли про танки, которые в игре много лет. ...дел баланса постоянно работает. Постоянно работает. Просто как часы. Работа просто отдела баланса невероятная. Суперконь в игре 6 лет. Просто, ну, жестко, конечно, его понерфили. Не, ну, не работают. Так, изменение техники в первой итерации общего теста 1.24. БТ-5 СССР, ЛТ третьего уровня, прокачиваемый. Изменили баланс. Боекомплект со 165 снарядов на 168. Вау. Уу, блин, круто. Фу, жесть. Здорово. Хорошо. Улучшением качества игры. Так что, в этом году вас ждут две итерации ребаланса. Вау. Сейчас мы готовы рассказать... Давай, давай. ...которая состоится весной. Давай. В ближайшем ребалансе вас ждут правки четырех танков 10-го уровня и их веток. Суперконкорор... Сейчас угадаю. Стап. КД на одну секунду. Давно уже показывает высокую... Подожди, еще раз повтори. ...эффективность ему... Давно показывает высокую боевую эффективность? Так что, в этом году Яна работает на... ...который в игре много лет. ...отдел баланса постоянно работает. Подожди. Она только что сказала... ...от... Хорошо, давайте дальше послушаем. Ага. Так что, в этом году... Ага. ...вас ждут две итерации ребаланса. Сейчас мы готовы рассказать про первую... Еще раз вы услышали. Постоянно работает. Вы услышали. Вы услышали, да? ...которая состоится весной. В ближайшем ребалансе вас ждут правки четырех танков десятого уровня и их веток. Суперконкорор давно уже показывает высокую эффективность... Куда ты звонишь? Я понять немножко вот этого не могу. Как Суперконь давно показывает высокую результативность, если отдел баланса постоянно работает? Нет, понимаете, это как я общался с одним человеком, который мне вот такую фразу сказал. Вот жизнь каждого из нас, да, это вот так, это быстро и пшик. А вот жизнь, например, мира или жизнь страны... Ну вот что такое там 50-60 лет для страны? Это мгновение для ее истории. Ну это мгновение, это пшик. Просто вот. Что такое для человека там 60 лет? Это вся жизнь, да? То есть у них либо так... Либо они пели, вот те, кто эту игру делают, и они свою игру в ранг чего-то такого столь масштабного возвели, что, знаете, эта игра это чуть ли не как какая-то страна отдельная, типа, ну что для них, ну по сути, там 6 лет это пшик, это ну ничего, да? Для истории игры это мгновение. Но понятное дело, что это в очередной раз текст писал конченный. Поймите, я не то чтобы против нах**а тварей, которые играют в эту игру. Я только за. Потому что когда ублюдок заслуживает, чтобы его ехали, его надо ехать, да? Но почему текст... Ну, ложь как будто бы третьеклассника. То есть, ну, оно же... Ну вот я придурок конченный, да? Но почему я вот это вот, ну вот так вот понимаю, что это ложь? Я должен сидеть и, ну, кивать головой такой, да, я им верю. Давайте я вам буду текст описать, вы дегенерат и вегэшен. Давайте я вам буду текст писать. Ну вот тупорылый, я буду вам текст писать. Ему сложно противодействовать. Ему сложно противодействовать. Кто же об этом говорил столько лет? Даже не знаю, даже не знаю. Он сохранит свои сильные стороны, но при этом против него играть станет проще. Ну как там? Подожди, 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 подожди. Он сохранит свои слабые стороны, но против него играть станет проще, подожди. В позиционке становится от башни, от башни, и становится неубиваемым. Вкатить ты на него не можешь, да, в НЛД ему пострелять. Ну, по объективным причинам, за его спиной его же союзники стоят, тебя расстреляют, да? То есть, ну, сохранив ему башню и его углы вертикальной наводки, мне каким образом против него легче будет играть? Ну, то есть, как? Почему? Ну, давайте послушаем. А, это все? Хорошо, это останется таким Секретом Под этой Завесой тайны Я дальше отвечу Позднее, сейчас мы досмотрим Под вуалью Неожиданно Моя ставка Это стоба и нерв КД на одну секунду То есть никак ни на что не влияет Не менее сложный противник В позиции Не менее сложный противник На рельефе Подожди То есть только на рельефе Он сложный противник Подожди Ну подожди Ну ты даешь Так, возьмем вот давайте Жестко, Е100 От Е100 Да, такой большой танк Вот он стоит на нас лбом таращ На 10 уровне Огромная НЛД Броня по всему НЛД Абсолютно одинаковая За исключением зоны стыка И огромная е** на башне Хоть я и считаю, что ее достаточно сильно перяпали Но не суть важно Все равно кумысами на вылет практически всегда Это поражаемая площадь Это и с рельефом и без рельефа Подожди, подожди Подожди, подожди Значит вот это в три раза ниже, чем Е100 Высота башни Больше высоты корпуса Что намекает нам На то, что Мы его не пробьем Башня имеет 500 мм приведенки ВЛД имеет 600 мм приведенки Крошечное НЛД Которому нужно попадать в пиксель прямо по центру Но он немножко неправильно сказал От рельефа Это не сложный противник Это неубиваемый противник в принципе А без рельефа Это п***ец какой сложный противник Потому что только в пиксель Ааа Угу Угу Хорошо Послушаем дальше Чтобы остальным танкам было проще Собладать с Минотавром Его броня будет немного пересмотрена Ага Смотрите 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 Как вас наебывают Смотрите Смотрите Я Ну как там с деньгами Заткнись Смотрите Как я СТЕЖ Раскрываю Все видят гриль Все видят гриль Все видят гриль У гриля снаряд голдовый кумулятивный Правильно? Правильно? Правильно Слушайте внимательно Танкам было проще Собладать с Минотавром Его броня будет немного пересмотрена Слышали? Еще раз Чтобы остальным танкам было проще Собладать с Минотавром Его броня будет немного пересмотрена Ой, а что это? А что это сейчас было? А что это сейчас было? Нет, а что это сейчас было? Давайте еще раз Кто поймет? Танкам было проще Собладать с Минотавром Его броня будет немного пересмотрена Еще раз Для непонятливых Стальным танкам было проще Собладать с Минотавром Его броня будет немного пересмотрена Так Проверка домашнего здания Кто понял? Кто понял? Отвечайте Отвечать! 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 Да, вы поняли Да, вы поняли Да, вы поняли А кумулятив Точно от гриля сюда сейчас залетел? Точно ли от гриля сейчас сюда кумулятив залетел? Точно? Точно? Точно от гриля сюда сейчас кумулятив залетел? Но калибр гриля не пробивает с таким звуком Со звуком скрипа пробивают натовские 155 Ну натовские это типа французский танк танк вы поняли фаши 155 и коздачки бронебойчики фвс 183 точно дайте еще раз послушаем этот звук остальным танком было проще совладать с минотавром его броня будет немного перес ой а что это за звук такой ой о да да 99 999 процентов вот тех кто это видео смотрит даже не поняли ну я имею ввиду кто посмотрел не сейчас на стриме это я вам на стриме сейчас объяснил и даже тем кому я объяснил без меня бы большая часть не поняла вы бы на это внимание не обратили это я эксперт я все по звукам знаю в этой игре я все знаю то есть да вот допустим сейчас смотрит 4700 человек вот без меня может быть 100 человек бы тоже это заметили остальные даже не обратили бы внимание о как запомнили да гриль в лоб башню будет пробивать будем ждать будем ждать да прямо после да ребаланса слова такой ребаланс будем ждать да смотрим пересмотрена броня хорошо услышали будем смотреть до пересмотренную броню до пересмотренную броню ну давайте нлд чуть подрежут по броне моя ставка посмотрим панцер камфаген 7 очевидно проигрывает многим тяжелым панцер камфаген 7 очевидно проигрывает пэзэ 7 новый танк за 7 новый танк а обновление 9 17 1 9 17 1 ух ты февраль 2017 им очевидно что он проигрывает так вот у пз 7 есть проблема в маске и в углах вертикальной наводки ну там он в дпм конечно проигрывать все понятно моему маску бы зашить и увен дать броня у него хорошая и пользоваться надо уметь под башню тут конечно но гораздо чаще его и в маску вот фошбе обладает высоким огневым потенциалом вот тут я на паузу ставлю вот этого я вообще не понимаю абсолютно непонятно фошбе сейчас танк который можно сказать типа в идеальном балансе в одном ряду вот с паттоном там с в з 5 а который именно у в г и вот с ним ничего делать не надо да его дальномер это вот прям безумно калит там ладно 50 хп ему добавьте но он прям делает очень жестко фошбе вот этого я вообще не понял какому дегенерату пришла мысль с ним что-то делать который редко удается применить как следует его характеристики будут улучшены они 050 хп ему добавят ладно окей зачем фошбе трогать зачем вот у нас есть паттон 48 там фошбе vz 5 а вот все танки под них надо наоборот тянуть чтобы владельцам фош было приятнее реализовывать сильные стороны этой машины ну и что это то почему звук как будто 5 со 155 стреляю хотя обидно что барабан фаша 120 миллиметровки ну что это но звук же отчетливо от 150 миллиметров ну слушайте ну 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 что это ну что это это фош нарисован барабан фаша у него калибр 120 она стреляет бдыж со звуком бдыж а со звуком бум стреляет 150 плюс но почему звук от 150 комфорт игры должен чувствоваться и бою и в ангаре поэтому мы готовим несколько обновлений экипажа изменение системы навыков хорошо верим произойдет позже в течение года а вот улучшение общего удобства случится уже совсем скоро теперь вам не придется прокачивать уровень владения основную спину услышали до певки певки будут новые поздней позднее там когда-нибудь певки новые будут а сейчас какое-то улучшение давайте посмотрим какое дальностью вместо него появится бонус от эффективности экипажа он покажет эффект чего него появится даже не чертится прокачивать уровень владения основной специальностью уровень владения основной специальности чего вместо него появится бонус от эффективности экипажа он покажет эффект например боевого братства или вентиляции вы сможете посадить любой экипаж подходящий танк и сразу получить полную реализацию характеристик. При пересадке без переобучения у вас больше не будет штрафа к динамическим характеристикам машины. Вместо этого будут заблокированы навыки экипажа. Ну, Дива, так... Ну, как ты? Подожди, подожди. Раньше ты сажал экипаж со штрафом, у тебя работали все перки, но у экипажа сбивалось... сбивалось основное владение, типа, вы поняли, да? Там командир был 100%, станет 70% образно. Сейчас он... Ты посадил, он останется 100%, но у тебя ни один перк работать не будет, да? Типа... Нет, это типа шило на мыло. То есть, в любом случае придется переобучать за голду при любом раскладе. Да? Это понятно. Но просто, типа, перки не будут работать. Так а в чем смы... Нет, ну, типа, в любом случае все... Это просто, ну, одно на другое. Типа, это одно на другое. Ну, то есть, вы раньше брали экипаж, допустим, образно от Т110Е5. Сажали его на Паттона, без переобучения. И он безумно сильно резался, там, образно на треть. Да? На треть. Танк хуже ехал, там, и так далее, и тому подобное. Сейчас ты будешь сажать образно с Т110Е5 на Паттона. У тебя ни... резаться не будет, но просто будут заблокированы перки. Ну, то есть, что-то говно. Что это говно? А какой смысл тогда вообще вот это было делать? Для чего? То есть, просто для чего? Что так придется переобучить, что так? А в какой смысл? Типа, что? При бесплатном переобучении или за кредиты, навыки будут работать, но с пониженной эффективностью. До тех пор, пока экипаж не получит достаточно опыта на... Так, смотрите, раньше, если вы переобучали экипаж бесплатно, вы резали основную специальность. Если переобучили... Короче, там был, кажется, выбор. Либо от основной специальности скип сделать, либо часть перков срезалась, просто срезалась. А сейчас вместо срезки перков, они делают их пониженную эффективность. То есть, по сути, делают то же самое, только называют по-другому. А зачем? Просто, а зачем? Ну, типа... Раньше ты, если переобучаешь за голду, ты ничего не теряешь. Переобучаешь за серебро, ты теряешь, там, часть перков. Можно с них опыта часть срезать. Либо с основной специальности, да? То есть, ты можешь сбросить перк за серебро на неправильно переобученном экипаже, и таким образом часть опыта с перка перекинется в экипаж. Экипаж останется с стопроцентным владением... Ну, вы поняли. Его основной специальности от перка чуть уйдет опыта. Или не чуть. Сейчас основная специально останется нетронутой, но просто как бы уйдет часть опыта с экипажа. Но это ведь абсолютно то же самое, только названо по-другому. Что? На новой машине. Эта система гораздо проще и дружина. Она абсолютно не гораздо проще. Это то же самое, только просто по-другому чуть сделано. Что? Любни к игроку. Еще одним ожидаемым событием станет очистка казарм. Члены экипажа, которые не имеют опыта для изучения первого навыка на 100%, будут удалены из казармы и компенсированы учебными матерями. Ну, это, ну, как бы, ок. Ну, это он, ок. И не переживайте за особых членов экипажа вроде знаменитостей. Они останутся с вами. Ну, ок. За годы в игре появилось довольно много контента. И не всегда бывает просто понять, чего вы уже достигли и к чему еще можно стремиться. Новая система достижений поможет в этом. В будущем она будет охватывать многие аспекты игры, а на старте сконцентрируется на самом важном — на танках. Новая система достижений, которая будет охватывать всю игру в будущем. Но сейчас эта система достижений... Ну, это фантик, короче, как я понял. Я не смотрел еще раз, если что говорю. Но сейчас... Ну, сейчас мы посмотрим, что это. Но сейчас это будет охватывать только танки. Какие же еще достижения могут быть в будущем? Ну, вот, оно уже начало, вон, выскакивать. Я уже вижу, блядь, да, коллекция игрока. Это охватывает там танки. Хорошо, без проблем. В будущем. Что можно еще охватить? Ну что? Ну, винрейт, ок. Ну, количество боев, ок. Что еще? Тема достижений станет отличным по-моему... Трофеи с крылышками. Значит, какая-то значимая награда. Вон там циферка 7. Так, ты собрал какие-то крутые медали и тебе дали медаль за то, что ты собрал другие медали. Техника. 46... Не знаю, 46% всей техники. 46% всех МС-1 из всех МС-1. Нации. Типа, ты танки открываешь. Ну, то есть, это же те же самые шевроны, только по-другому нарисованы. Сейчас есть инженер-механик, там этот... Ну, вы поняли. Вот эти нашивочки сраные. Но те же нашивочки, только чуть по-другому выполнены. Мушником-танкистом на старте будет несколько разделов. В первом записывается ваша прокачка... Суммарное количество машин. Этап 5. Изучить и приобрести 25 машин. А-а-а... Это... Такой... Такой вид. Такие формы. Это типа... Лёха такой... Такой... Мне очень нужна новая нашивка. Вкачаю-ка я еще 10 танков, поиграю я в игру. Суммарное количество машин. Средние танки. ПТ-САУ этап 1. Ну... Да! ПТ-САУ этап 1. Это либо ЛБЗ, либо просто количество прокачиваемых ПТ. Клановый танк, лёгкие танки... Ну да, да. Это просто типа ты коллекционер... Ты коллекционер... Вот смотрите, вот у меня есть все десятки до единой, да? Все до единой акционки. Все премы, кроме одного, да? Все премы девятого уровня. Вот мне что интересно за это дадут? Нашивку за то, что у меня все десятки, все до единой, все акционки, все ГК-шные танки, все премы, кроме одного. Все премы девятого левела. Мне за это дадут нашивку? Мне за это дадут нашивку? Полностью изучить любые четыре ветки машин Германии или Японии. Ну это вообще СЛБЗ подрезано, объединение танков. Германия, СССР, Франция, изучить приобрести... Прокачки разных наций. В третьем можно увидеть полученные элементы Дже́сс... Достижение за... Достижение за приобретение конкретного камуфляжа! А не просто ввсё! Взял все танки из ДГК, ладно, окей, там 5 колобановых собрал, тебе тоже за эту медаль дали, типа коллекционер колобановых Нашивка за приобретение конкретного стиля Я клянусь, тут будет медаль за количество поваленных деревьев, я вам отвечаю А, это мы видели Достичь чего-то само по себе приятного ФВ 183, ауф клянзер пандер Т23, почетный владелец американского среднего танка 8 уровня, я не знаю, что это за танк, такого танка в игре нет Есть Т23Е3, это 7 уровень, Т20, ну-ка, Т23 Знаете, что такое Т23? Т23, это и есть Т23Е3 Это и есть Т23Е3 Ну как там с деньгами? Тихо, подожди, чуть позднее отвечу, сейчас Т23, он был раньше 8 уровнем, прокачиваемым Его переименовали в Т23Е3 Вывели из игры, сделали акционным и на ГК раздавали, он у меня, кстати, есть Или премиумным, или премиумным, или акционным Но раньше, в году 2010, возможно, 2011, но это не точно Он был прокачиваемым танком, это 100% Ну как там с деньгами? Это 100%, погоди Это 100% Само по себе при... Вафля, ну понятно, квас, на кого это рассчитано Еще лучше, когда это вознаграждается За некоторые достижения вы будете получать ценные награды Например, редкие личные жетоны Каждый... Еще раз Вы будете получать ценные награды, например, редкие личные... Вы услышали? За сбор определенной коллекции Вам буду давать ценные награды, он сказал Например Он сказал, например Слово, например, подразумевает, что будет несколько ценных наград А теперь подумайте своей головой Это видео, да, это видео Ну как там Нацеленное на то, чтобы промыть голову вам Ну, очевидно, они должны были назвать Самую ценную награду из всех ценных наград И в пример ставится жетон Вот, скриньте мои слова Жетон будет самой ценной наградой А помимо жетона вам дадут еще личный резерв На 50% к опыту экипажа Круто Класс Жетон красивый, базара ноль Но жетон Круто Жетоны Каждое достижение добавляет очки общего прогресса Это значение поможет оценить свои успехи в целом И сравнить их с друзьями Сравнить с друзьями! А за самый большой, например, или вход в самые большие достижения Вот что будет у меня Мне не хотят, например, танчик дать Какой-нибудь уникальный танк 10 уровня Именной Чтобы у меня весь бой было написано Корбан Потому что Тысяча процентов Без каких-либо вариантов У меня на данный момент Если не самый крутой Прости меня, боже, за эти слова Если у меня не самый крутой аккаунт То точно в топ Ну стоп Хотя я думаю точно Он самый богат Особенно по бонам По соотношению У меня все танки есть Камуфляжей миллиард Там, может, парочки не хватает Почему мне не хотят дать за это Уникальный танк 10 уровня? Его все равно получит там человек стоп А все правильно Потому что рисовать танчик для 100 человек Мы не будем Мы с этого денег не поимеем О, как Но это подразумевает под собой Что за общий самый большой счет Тебе должны дать что-то крутое Ну или не крутое Просто Ну что-нибудь Ну там Буквы Чтоб ты корман себе Во весь борт Плячить мог Ну почему такого нет? Почему? Друзьями Почему такого нету? Почему? Продолжаем приятные новости Приятные новости У подписки World of Tanks Plus Скоро появится пробный период А, они покупают Да Вы сможете бесплатно Оценить ее преимущества Хранилище золота Но есть нюанс Эта подписка Бесплатная пробная Будет как Все бесплатные пробные подписки Прежде чем вам дадут Бесплатно ее понюхать Нужно будет привязать карточку Ха-ха-ха-ха А потом ее отвязать А вот если вы забудете ее отвязать То в следующем месяце С вас спишут денежку И еще один слой для блокировки карт Бесплатный демонтаж оборудования Курс подготовки экипажа И аренду ТС-54 А теперь я добавлю от себя Секретный инсайт Про боевой пропуск Он Будет Он в начале Он будет В начале видео Он сказал, что В этом году будут Какие-то необычные Боевые пропуска Давайте послушаем Что же будет необычного Я уже ко всему готов В этом году вас ждут Три сезона боевого пропуска Ставим на паузу Как и в любом другом году Первый стартует уже в марте Я пока не могу раскрыть С кем планируется коллаборация Но этот сезон Приятно удивит вас гостями То есть Крутость боевого пропуска В этом году В том, что Он будет С кем-то Не, ну это прикольно Коллаборация Это прикольно Вопросов нету Но это все изменения, да? Так, хорошо Второй будет в июне Он посвящен 80-летию высадки в Нормандии Это будет особый боевой пропуск Охватывающий множество Различных моментов Связанных с кампанией в Нормандии Так Ближе к концу года В третьем сезоне Вас ждет сюрприз Про который я тоже Пока не могу рассказать В подробностях Но могу заверить Что он будет связан С одним очень популярным Игровым событием И что он сможет удивить И это Популярное игровое событие В конце года Gamescom Gamescom вроде отменили Да и не такое Что ты И этот А что еще Может быть? Что может быть? Что может быть Такого? Это же А, The Game Awards The Game Awards The Game Awards Возможно Может быть Да, вот это неплохо Возможно Игры будущего Танкист Очень популярным Игровым событием И что? Популярный А, слушайте Да, я что-то дурачок Популярное игровое событие Наверное Внутри игры Внутри игры Но Вафля раньше Вафля в сентябре Или в августе Что-то в этом месяце А боевой пропуск А, точно Вы все правильно Вы все правильно сказали Это будет скорее всего Вафля Скорее всего Вафля, да Потому что Боевой пропуск Конца года Это Он заканчивается Кажется То ли в начале декабря То ли в конце ноября Ну допустим В конце ноября Ноябрь, октябрь, сентябрь Да, квафле Квафле Все понятно Последний боевой пропуск Тематика Вафентрагера Значит все электрическое будет Стили говно будут Высадка в Нормандии Что угодно Лишь бы не желтые Редостили Лишь бы не желтые Зеленые, синие, красные Какие угодно Только не желтые Вот И не песочные Вот Ну и сейчас С кем-то будет Коллаборация Понятно Ну как-то Сейчас я отвечу Секунду Он сможет удивить И это еще не все хорошие новости Не все В магазине боевого пропуска Вас ждут два новых акционных танка Девятого уровня ТТ-130М Тяжелый танк Чехословакии С реактивными узками Ну это за боевой пропуск Новый за жетоны Многие думали Что вот он будет Вместо ВЗ-72 Это по корпусу Практически полностью Шкода премиумная Практически полностью Башня там 400 миллионов миллиметров То ключок Говно Плюс он Ну это те самые Секретные технологии Ну вы знаете В 47 году Китайцы с чехами По телефону связались И говорят Давайте танк совместный Чех будет по советским наработкам И Дорим туда вот эти Ускорители Все по секретным документам И он цикличный Окей Зайдет Накопить жетоны на него Можно будет уже в первом сезоне Так И новая основная годовая награда ТС-60 ПТ-САУ С башней И высоким уроном В минуту Нууууууу, пц. ПТСАУ с башней и высокой... Броня говна, а я щас спасибо большое, щас я всем отвечу. Броня говна, щас мы глянем по готе. ВЛД 300 мм, понял, НЛД говно, борта 80 мм, танковать изи, башня, 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 лоб башни в среднем 290-280. Короче, в башне брони, люк без брони 100 мм, ну это хороший танк будет очень. Это хорош танк Только у нее цилиндр под башню Башня не танкует, вообще ничего Башня вращается, знаете, на сколько? 136 градусов Ну, это почти, ну, короче, дохуй А УВН у нее А вот УВН у нее Слушайте Знаете, сколько у нее УВН нарисовано? 7 градусов, 7 Но, блядь, выглядит так, как будто бы Нет, да быть такого не может Я вот сейчас скручу ей башню Смотрю Такое ощущение, что башня гнется Пушка градусов на 20 А нарисовано минус 7 Это ПТ-8? Нет, ПТ-9 Такое ощущение, что пушка гнется прям супер Но, ну, написано всего лишь 7 градусов Странно О, как Сделать это будет проще каждому Три жетона из коллекции Будут добавлены в бесплатную прогрессию О, как По одному жетону в каждую главу Вдобавок Цены на всю технику будут систематизированы Так Цены 28 копра Самая дорогая Вот, я не понимаю ценообразование Вот этого танка Ну, то есть, 28 жетонов Вот этот кусок дерьма Это самый ху**ый танк отсюда Хуже нету Это кусок дерьма с кнопкой X Это просто кусок неиграбельный Почему он столько стоит? Этот стоит 20 жетонов Ну, это копейки Читайте Как вот это Вот Шарфутур С фазой, походу, самой дешевой Фазой Это имба Ладно, вот это окей Там новинка и неплохая ПТТХ 28 жетонов Ясно Копра, ну, прикольный танк Окей, 28 жетонов Ку**о Дерьмо, 28 жетонов стоит Почему? Начиная со следующего сезона И коня понерфят Верим И ФАБ апнут Непонятно зачем Зачем ФАБ апать И ПЗ7 сказали апнут Ну, либо ему апают маску и УВН Либо это не ап Все, я все сказал Вот этому нужно в ноль занерфить НЛД и порезать башню Миллиметров на 50 номинала Не привиденки, а номинала Вот ПЗ7 апнуть УВН И этот Маску Потом, что еще Фош Б вообще не понимает Зачем они трогают И Супер Конь Этот ублюдка вообще Убрать из игры Все понятно Давно